доброе утро подписчики охотники рыбаки вот я на хожусь на охоте сегодня такое утро прекрасное дождя нет пришли мы ночью хотел заснять сюжет сначала рыбалки охоты но и получилось подымался ночью по сумеркам не стал снимать темновато было потихонечку добрался расцвело и вот я утром сижу на заливе где залила территорию леса и сейчас сижу в засаде только что пролетала большая партия уток садилась покружила но опять взлетела и пошла видать меня заметила в кустах но сейчас я смотрю пока остановился притих и буду ждать да они опять полетят на меня посмотрите какое красивое утро уже люди потихонечку стреляют слышны выстрелы утка пошла начала передвигаться и люди начали немножко охотники подстреливать это хорошо душу утка начинает шевелиться летать и может сюда подлететь лишь мы ее ждем я на лодочку присел правда ничем не укрыл ее в можете из далека видно будет я думаю что будет нормально вот пока жду утку какая тишина красиво утро вот я переехал с одного места с одной подсидки на другое из была большая партия уточек здесь сидят манки утки вот в этой стороне они здесь кормились вот и большая партия стоит несколько видов утки но к ним не подойдешь на лодке то что все шумит они сразу чуют это тело и взлетают я перебрался вот здесь как раз кормовая база хорошая посмотрите видите всего тебя их кормовая база очень хорошая здесь они сидели питались вот зашел с той стороны где пацаны и утки вот с той стороны зашел и они меня увидели усыхали и взлетели но правда опять садились я вы сделал пару выстрел в лед но не попал что такое утро красиво любуйтесь смотрите добрый день наступил новый день вот такая природка столик небольшой ребята тут кушают зал какой-то ужинает здесь стоят лодочки их такая хижина летняя небольшая но удобно принципе печечка есть все летний вариант для весны для охоты вот здесь уточки есть живые подсадные уточки подзывают серии вот они такие вот вот они уточки подсадные живая живая приманка уточки вот они сейчас пойдут скоро работать пока отдыхают закрытом помещении сидят каморочки да такое поваловодье лодочки ребята ходят охотятся сейчас от нас ушли ребята одни приходили в гости посмотрели посмотрели так весна красота погода я пришел на своей лодке на такой которая ходила под аэролодкой сейчас я поставил туда мотор болотоход правда коробочкой закрыл там сиденье чтобы дождичек был ночью чтобы не намочила так сиденье такой мотор там болотоходик небольшой потом еще застегу как буду ходить по воде что такая природка красота ребята меня накормили уточкой бульончик мясо очень вкусно вот видите такая природка вот здесь мышки ходят норочка мышки вот мышки правда не видно где-то она здесь ходит мышка чуть-чуть надо будет навести порядочек потом после себя оставить природу в чистоте порядке красивый денечек возможно дождя не будет сегодня вроде бы как бы тучки ушли обещают вроде хорошую погоду сегодня но еще может быть будем смотреть по состоянию по дню там где-то слышно тоже ребята на моторах ходят вот такую летнюю избу летний вариант сделаю ребята для весенней охоты ну это потом все сложится уберется что оставлять как бы нельзя конечно вот такой вариант сделано из тента такие сейчас все продают можно делать времяночки очень хорошо с печечкой тепло вот такая природка красота у нас собачки ходят это называется собачка лайма это лайма уданы уданы сестра эти собачки у нас посмотрите у них даже морды одинаковые да вот видишь вот она она это сестра у лайма посмотрите они какие одинаковые почти мордочки лайма 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 у лайма такие же повадки как и у данных да такие же повадки да такие же по тоже разговариваешь да у нас еще тут одна собачка лайма скажи что-нибудь скажи 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 но скажи чего ходишь вокруг то но вы уже подружились с данной до вы сданной подружились уже дана до нуля вот они у нас какие молодцы отдыхают тоже давай отдыхай отдыхаешь ай молодец молодец ой тут скажи чего-нибудь скажи лайма скажи но лайма лайма там у нас ребята делает завтрак завтрак делает хорошо тоже в этой же компании сегодня отдыхаю посреди такой расцвет солнышко красивое стало я думаю что будет очень классно день вот хороший классный вот такие у нас сюжетики классная природа сегодня день хороший будет красивый мы сейчас с утра уже я сходил поохотился уточек видел налетали пару раз выстрелил но не попал в лед так что такие вот снимать для вас сюжетики весенние все будет очень классно хорошо как гостю ребята жарят мне рыбку на костре охотничьему по рыбатке все приготовлено на костре все вкусно меня для гостя ребята делают спасибо им не такие особо покушаем а вот такая у нас погодка это нас природа ребята все для вас снимаю весеннюю нас она пробуждается в лаймах и теперь тебя я снимаю тебя тебя снимай снимай сниму полянку и так похоже данных слаймы немножко вроде чуть приподнять вот у меня и да она пошла тоже рядышком побежал за нами не отстает вроде приподнял это иначе наберу вот тут хорошую людину я пошел немножко в болоте вот такая площадочка просто вот здесь мы и посмотрим посмотрите какие у нас сосенки красивые вот такая площадочка тоже уже немного водой поддалила нормально весна красна красиво места красивые северные вот такие места у нас красивые любуйтесь наслаждайтесь природой не отходя от экрана телевизора все снимаем для вас там еще лучше площадочка такая поляна хорошая там надо на ту поляну вот наверно выйти потом посмотреть полянку собака мы тоже разгоним потом засниму уточек попробую вот они купаются наслаждаются уже год передести лодку туда вот две сестрички играют уже погружились только не знаем кто раньше на сколько минут вышел ай молодцы 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 на надо и чтобы было они у пор Адам, а ты чего не отвечаешь? Говори. Разговаривай с сестрой-то. Видишь, она как разговаривает с тобой? Ты чего молчишь? Да, да. Лайма разговаривает. Говорит, говорит, да. Адамин, она не хочет. Адамин, а ты чего с Лаймой не разговариваешь-то? Ах, она смотрит на природу. Дубуется природой. О, вот, молодцы. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы. Да, да, да. Ой, все, ой, молодец. Молодец, да, да. Так и говорит. Ой, хороший. Да, да. Ой. Да, смотри, как они. Ах, ай. Молодцы. Молодцы, сестры. Молодцы. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Ой, да, 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 да. Так, так. Говори, говори, Вайну, говори. Да, да. Ой, все вы говорите. Да, да, да. Вот, молодцы. Ай, хорошо, сестры, молодцы. О, даже так. Даже так. А тут не поймел. Я вам говорил, ребята. У нас охота продолжается. Мы пошли на засидки. Я пересел на небольшую лодку. Называется жестяночка. И пошел чисто на веслах. Ребята ушли на моторе в ту сторону. Я думаю, не буду мотор заводить. Большую лодку угнать. И так потихонечку на веслах и пойду. Тут недалеко. Может, с полкилометра, может, чуть больше. Но я пройду между кустов, деревьев потихонечку. И как раз сюда присяду. На то место. Ребята сейчас пойдут на ту засидочку, которую я вам показывал. До этого на большой моторе я ехал. Ну, погодка к вечеру вроде так особо не наладилась. Дождичек прошел. И был сегодня первый гром. Слышно было, как говорится. Люблю грозу в начале мая. Когда весенний первый гром. Как бы нельзя все играть. Грохочет в небе голубом. Вот там тучки нависают. Немножко за мной. Может, и будет дождь. Но я для этого взял халатик. Называется плащ. Чтобы меня не было видно. И на меня дождь не капал. Не мочил. На крайнем случае я переверну лодочку. И там пересижу под лодочкой. Если будет сильный дождь. Так вот потихонечку. Иду на веслах потихонечку. Такие дела. Пускай у меня лодочка. Такую сельнушечку взял с собой. Потихонечку. Сейчас меня ветром привьет. Как раз в ту сторону, куда мне надо. Чтобы веслами вырабастать. А так я, по-моему, могу помочь. И веслами. Вот так ветерочек есть. И меня как парусник несет. К тому берегу, куда мне нужно. Я вам сейчас подойду к ребятам. Покажу, где они сидят. Немножко засниму. Для вас покажу. Вот такие дела. Видите, какая. Там уже где-то дождичек немножко падает. С неба. Сучки. Вот за мной, может быть, надует немного. Вот так красиво. Спокойный вечер. Классно. Где-то там, на том берегу, в этом году мало воды. Люди даже на мотоциклах, где-то к реке подъезжают. И где-то что же там. Тоже и рыбачат, и охотятся. Где можно проехать на технике. Но здесь на технике не пройдешь на этой стороне. Там потому что есть ручьи, которые залились. И похода нету, кроме одной лодки. Сейчас я подойду к ребятам и вам еще покажу, где они сидят за сеточкой. Вот опять я с вами рядом. Я уже подошел к тому месту, где ребята почти сидят. Вот я тут на такой лодочке, на веслах потихонечку перерегаюсь. Сейчас я дойду к тому месту, где они сидят. Пойду, наверное, там обойду немножко, чтобы кусты слишком не резать. Пойду, где возможно пройти потихонечку. Вот такая охота. Охота это в удовольствие приносит к мужчинам. Да, здесь еще и женщины, которые охотятся. В основном мужчины отдыхают на природе. Останавливаются и силы. Особенно, когда поработаешь так веслом, вдвойне сила добавляется. Разминочка. Потому что мы таких движений дома не делаем, на работе не делаем. Только на природе и на лодочке. Такие дела. Это классно. Вот я сейчас в протоку захожу. Вот она, в протоку. Прохожу между веточками. Работаю веслом. Направляю. Вот так, сейчас я вам покажу, где у меня сидят ребятки. Вот, я уже подхожу к ним, к ребятам. Сейчас вам покажу, где они сидят, в какой стороне. Я пойду вот на ту сторону. Чтобы друг другу не мешать. Выстрел должен быть не менее на расстоянии 150-200 метров. И вообще, как бы, чтобы было безопасно. Пройду туда. Хочу девочку. Пройду. Теперь. Прикут. 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 уже наши ребята поднимаются ездили за приятелем после работки сегодня прохожу мимо ребят напротив засидки вот здесь сидят чучела удочки ждут самодельные удочки чучело такой засидки ребята сидят посмотрите вы их заметите нет нет вот таким образом они спрятались от уточек но мы их увидели вот там засидки сидят ребята но мы их заметили потому что мы знаем я не сидят мы пойдем дальше и будем им мешать я на тот берег пойду вот там и свел утки вся кормовая база здесь глубина здесь травы нет потихонечку передвигаюсь и спеша работаю одной рукой веслом авторю второй рукой снимаю для вас природа ребята я уже подхожу своей своему месту и буду здесь располагаться здесь вот кто-то уже шалашик немножко делал раньше до меня вот как раз присяду на это место и как раз будет расстояние от того места видите где бережок и вот в эту сторону на выстрел расстояние и будет прямо выстрелы с левой стороны пойду приготовить местечко его зайти запрятаться что ребят вот я уже на месте сделал себе такую небольшую засидочку где мы будем немножко скрываться самих вот их вот мне обстрел в ту сторону вот посредине и в ту сторону пока здесь подходил сделал два селезня уже слетела больших вот видите как они процентами сидели уже в старле кормились вот ребятки напротив располагаюсь все я расположился себе поставил небольшой стульчик кресла старенький на котором можно сидеть спокойно крутиться и шуметь она у меня крутится и вот обзор у меня по всем сторонам потихонечку перекручиваясь то в левых то вправо и буду сидеть ждать сумерок когда будет утка летать будут слышны выстрелы со всех сторон вот люди охотники начнут гонять их и будет больше перелета уток сейчас ждать смотреть по возможности я поснимаю удочек как они летают как они садятся какие места посмотрим будем ждать удочек присел на свое место я думаю что такой небольшой у меня получился объект засидочка вот так я присел на крутящийся стул офисный и вот так хорошо даже без всяких движений колебаний я поворачиваюсь я тут очень удобно для того чтобы меньше привлекать внимание утки сверху когда она подлетает самое важное на охоте когда увидишь что утка собирается садиться на кормежку здесь надо просто замереть и тихо тихо только глаза должны работать так налево направо вверх-вниз потом они когда уже присядут когда начинают успокаиваться на воде когда можно и потихонечку пристреливаться по утке это иначе на у них очень хорошие глаза и локаторы уши видят слышат далеко далеко все движения а тем более когда уже охотники начинают гонять ее она вдвойне уже ищет безопасные места приглядывается прислушивается только тогда может несколько раз если ей место понравилось база кормежки она может сделать несколько кругов даже не один а два три пять кругов ближе чем сядет на это место но и если начинает кружить заметили тогда она точно присядет вот на это место это внимание такое надо смотреть за уткой наблюдать и ждать и вот сейчас прошло времени не очень много как сидим перелетов нету сейчас только было два выстрела с правой стороны может быть кто-то и шевельнул но здесь еще такая ситуация а мол здесь еще и . на нас идет может быть еще зацепит дождем посмотрим и кинем подумаем вот вот еще и дождь застанет пока сидим пока в нашей стране немножко тишина выше по реке уже стреляли потому что шевельнется ребят уже начинаются сумерки таких перелетов движение утки нету еще сидим пока не стемнеет потом будем собираться на базе ужинать выжить и спать и завтра рано-рано утром как вот светать мы придем опять же на это место и и будем ждать утку утром она может вот и летать больше но пока тишина выстрелы есть одиночные далеко так не видно перелетов утки сейчас мы еще посидим не знаю сколько но пока еще есть обозрение глазами пока мы еще видим не так темно пока можно еще посидеть подождать вдруг начнут и перелетать с места на место утки и он нам попадется пока тишина тишина где-то где-то они летают но пока не видно в принципе такой нету она надо выстрелы вчера наверно было даже поинтересней сегодня что-то так тишина где-то они прячутся или все на реке спускаются по течению не хотят ногами лапами работать садут на течение потихоньку сплавляются и отдыхают вот такие дела может и на реку надо выходить ничего мы пока ждем у нас есть терпение здесь еще время ну если чё может быть и до завтра сумерки почти ребята уже сошли со своей позиции и наверное я потихонечку пойду то что надо вот приготовиться пораньше лет спать и утром рано-рано-рано идти сюда и здесь посидеть так же пока пока до завтра говорит это и Продолжение следует...